Первое и самое главное, что отметил мэр, пострадавшими этих собственников может признать прокуратура. Для этого им необходимо написать заявление на застройщика, который взял деньги за квартиры, но не обеспечил подключение коммуникаций. Напомню, речь идет об узаконенных судом-самостроях. Построенные на участках под ИЖС многоквартирные дома официально не введены в эксплуатацию, а вода и свет подключены там по временной схеме. Объем энергоресурсов ограничен и не хватает всем потребителям, проживающим в проблемных квартирах. Так вот, признание людей потерпевшими дает право на присуждение им материального ущерба. Ведь доводить все до ума, то есть заказывать технические условия на подключение коммуникаций им придется за свой счет. И для этого есть еще одно условие. Должно быть сформировано товарищество собственников недвижимости. Сотрудники администрации Сочи готовы оказать пострадавшим организационную и консультативную помощь. Всем написать до единого заявления в прокуратуру, где обозначить, что застройщик такой-то, такой-то не выполнил свои обязательства. Таким образом, мошенническим путем завладел нашими деньгами. Как только вы напишите все 26 заявлений в прокуратуру, вам не надо искать застройщика. Он сам прибежит к вам и скажет, мужики, что надо? Уже многие недобросовестные застройщики осуждены или находятся под следствием. Также в городе действует специальная программа по подключению к сетям водоснабжения. Она предусматривает возможность оплаты за услугу подключения в рассрочку. Но, повторюсь, собственникам необходимо объединиться в товарищество, то есть стать юридическим лицом. Такие встречи с собственниками квартир в узаконенных суд-дом-самостроях проходят во всех районах города. Накануне Анатолий Пахомов встретился с жителями Адлерского района, а до этого Хостинского. Теперь вот порядок действий при получении доступа к коммунальным услугам легализованных строений в полной мере разъяснен жителям центра. На очереди Лазаревский район.